Саран-саран, с вами Реран, и это дайджест кей-поп новостей Вонион подверглась жесткому троллингу во время видеозвонка с фанатом. Эдор и Хайп обменялись новыми заявлениями и новыми обвинениями, а также Бэк Хион из Эксо сделал финт ушами. И там очень интересно, девки пляшут, ребята, будем разбирать ситуацию с продажей его компании, куда у нас относятся Эксо Чинбэкси. Об этих и некоторых других новостях прямо сейчас поговорим с вами поподробнее. Полетели! Прекрасные новости для фанатов группы Кэплер. Если кто-то не в курсе, это проектная группа. Сформирована она была посредством реалити-шоу, и, соответственно, на определенный срок были подписаны контракты. Они истекают, группа расформировывается, участники возвращаются непосредственно в свои материнские агентства, и там уже работают либо в новеньких группах, либо сольно, либо исчезают, как зачастую это бывает. Тем не менее, конечно же, компании, которые курируют проектные группы, зачастую ведут переговоры с агентствами, что достаточно сложно, когда много участников, для того, чтобы продлить контракты. И, опять же, как это часто бывает, не всегда это увенчано успехом, потому что агентства пытаются вырвать своих распиаренных артистов для того, чтобы еще поработать, собственно, на этой популярности. Ибо кто знает, не утратит ли интерес публика к участникам проектной группы, пока пройдет еще какой-то определенный, достаточно длинный, в несколько лет промежуток времени. И вот не так давно были уведомления о том, что контракты Кеплер истекают летом этого года, поэтому, скорее всего, они будут расформированы, так как договориться с агентствами, компании, которые курируют Кеплер, не удалось. И вот, что вы думаете, продлены контракты практически полным составом, 7 участниц продолжат работать, как Кеплер, есть разговоры о том, что агентства почесали свои макушки и сказали, а так-то Кеплер добились популярности, что нам сейчас останавливаться, пусть работают. Только две девочки, это Ясо и Машера, вернутся под крыло своей компании и присоединятся к группе, которая называется Лемилай, то есть, по сути, они сразу ворвутся в работу, дай бог, надеюсь, что так и будет. А девочки Кеплер будут продвигаться составом 7 человек. Я знаю, что были нарекания по поводу того, как продвигали Кеплер, что на фоне своего реалити-шоу к ним было много внимания, фан-ваза была большая, а потом камбэк за камбэком как-то они не слишком были видны и слышны. Поэтому я уверена, что фанаты, конечно же, рады новостям о продлении контрактов, ибо ну как-то сложно, да, отпускать что-то, что стало уже единым целым. Тем не менее, конечно же, я ваши отзывы жду в комментариях по поводу того, каким вы видите будущее этих девчонок. Эспа, который планирует свое возвращение с полноформатником Armageddon, выпустили пререлизный трек, называется он Супернова. И, да, хочу, во-первых, сказать по статистике, песня ворвалась в чарты, хорошие места заняла в iTunes. Первое место они заняли более чем в 10 странах мира, получили неплохие позиции в десятки лучших среди национальных чартов музыкальных. И, собственно, не об этом сейчас мы поговорим, а то, что они, конечно же, песню свою продвигают на музыкальных шоу, и, к сожалению, произошел достаточно тревожный инцидент на площадке Armageddon в виде возгорания. И дело в том, что девочки уже начали свою работу, началась запись после того, как все случилось. К счастью, быстро все потушили, информации о пострадавших не было, тем не менее, запись, конечно же, пришлось прервать. Более того, от SM Entertainment сейчас появилось уведомление, что в связи с обстоятельствами Винтер почувствовала себя не очень хорошо, а она не так давно перенесла операцию в связи с пневмоторексом, то есть это коллапс легких. И, соответственно, ее расписание было скорректировано, то есть прервано. И остальные три девочки продолжили без нее, а она была отправлена на отдых. Я, конечно же, надеюсь, что причина не только в том, что ей там прям плохо-плох стало, возможно, действительно не было смысла продолжать. После некого возгорания мы можем и не чувствовать, да, а она чувствительна сейчас к этому и, соответственно, продолжать работать, активно дышать во время физической нагрузки. Ей было бы тяжело, так что надеюсь, что причины связаны с этим и что ей не настолько прям плохо-плохо. Конечно же, хочется надеяться, что таких инцидентов на площадках будет как можно меньше и самое главное, что все обошлось без травм и каких-либо жертв. Вон Ён и видеозвонок с фанатом из Китая. Ребята, злость меня берет, и не только меня одну. Что произошло? Фанат сказал, а давай я скажу фразу на китайском, а ты попробуешь повторить. И Вон Ён, естественно, душевно на это все согласилась, стала повторять. То ей пришлось повторить, цитирую. Старшип Энтертеймент, если хочешь работать, то работай, если нет, то уходи. После того, как Вон Ён сказала это все и спросила у поклонника, а что значит эта фраза, поклонник ей ответил. Это значит, что Вон Ён самая прекрасная в мире, она самая красивая девушка во вселенной там или что-то вроде того. Вон Ён на это сказала Ши Ще, то есть спасибо на китайском языке. Звонок закончился, и видео было опубликовано в сети, тем самым, кто звонил. Он подписал таким образом. Когда я солгал королеве Вон Ён, и все равно получил спасибо на китайском. Это все, естественно, спровоцировало массовый гнев в сторону этого поклонника. Более того, некоторые решили, что Вон Ён потом, наверное, догадалась, что что-то тут не то. Потому что ее сдержанная улыбка, в отличие от того, как она ведет себя обычно, говорит сама за себя. Но, тем не менее, несмотря на все это, она взяла и поблагодарила поклонника с максимальным уважением. Еще и на том языке, на котором, собственно, говорит фанат. Вы меня попросили в комментариях обозреть ситуацию с обвинением в плагиате Bubble Gum девочек Нью Джинс. Эта песня была выпущена недавно. Я не стала опозревать, потому что вообще я себе добавляла, но там было много всего подобного. Я такая, о господи, есть у нас, значит, темы, которые прям ключевые, их и буду обсуждать. Но сейчас еще один инцидент появился, поэтому давайте на обоих остановлюсь чуть-чуть. Девочки Нью Джинс выпустили свою Bubble Gum. Вскоре на YouTube появилось видео, в котором утверждалось, что они песню с плагиателем. В качестве источника приводилась песня еще в 80-х годов. Песни очень похожи. Многие сразу же стали писать гневные отзывы, дескать, такое ощущение, что у девчонок Нью Джинс просто ускоренная версия той самой песни 80-х. На фоне этого всего корейская СМИ написала большой пост, в котором обвинила Нью Джинс в плагиате. И сказали такую фразу, типа, теперь Нью Джинс придется каждый раз подтверждать, что они ни у кого ничего не украли. Хотя сами, да, там обвиняют элиты всех вокруг, что у них все воруют. Вот. Это не все, это только серединка. Потому что все, естественно, переворачивается с ног на голову, когда появляется другое видео на YouTube-канале, где приводятся целые штук 13 разных песен, которые используют тот же самый сэмпл песни 80-х. И приводится также информация по лицензионному соглашению, где сказано, что даже упоминание песни источника не обязательно, так предусмотрено. На самом деле, говорится, что песен, это вот только зарегистрировано 13 с этим сэмплом, а на самом деле их значительно больше. И, соответственно, никаких законов или нарушений со стороны Нью Джинс при использовании сэмпла этой песни нет. В скором времени статья от корейских репортеров исчезает, но появляется масса новых, в которых утверждается, что это все нечестная игра хайп, которая пыталась спровоцировать негатив в адрес девочек Нью Джинс и, естественно, музыкальных продюсеров и т.д. и т.п. Все шишки полетели, короче, на хайп. Дальше происходит сейчас вот такая ситуация. К сожалению, здесь уже замешаны непосредственно сами участницы. Речь уже о девочках Айли. Вот что происходит. Девочки проводят трансляцию и читают комментарии, которые им пишут на планшете. В основном они считают, конечно же, положительные, благодарят фанатов и т.д. Одна из девочек Фон Хи читает комментарии на телефоне, которые ей дали став сотрудники. И в какой-то момент люди заметили, что она читает что-то, довольно сдержанным выражением лица и в конечном итоге удаляет комментарии. То есть многие расценили, что комментарий был хейтерский и она пожаловалась на него. Естественно, это все спровоцировало волну жалости в сторону Айли, что девочки так молоды, а вынуждены сталкиваться со всем этим негативом, связанным после того, как их стали обвинять в плагиате девчонок Нью Джинс. И на фоне всего этого появилась статья, обвиняющая Нью Джинс в том, что они стали причиной всего этого негатива в адрес Айли. Когда люди пошли копать первоистоки, то есть самого репортера, написавшего эту статью, обнаружили, что у него многие статьи идут в поддержку хайп. И решили, что репортер купленный и, соответственно, эта статья была написана специально для того, чтобы очернить Нью Джинс, но с другой стороны вызвать сочувствие к девчонкам Айли и расположить публику к себе. Более того, Нью Джинс пошли и дальше, стали сопоставлять всяко-разно, наблюдать за реакцией участников, искать логику и пришли к выводу, что вообще вся эта ситуация с удалением взводственного комментария была инсценирована. Мол, зачем девочке давать отдельный телефон, когда четверо других читают с планшета? То есть другой крайней девочке не дали телефон, а вот Вон Хи именно дали. Также говорится, что до того, как ей дали телефон, она без конца и края поглядывала на став, как будто бы чего-то ожидала. И, соответственно, люди на фоне этого всего пришли еще в больший гнев, дескать, хайп, зачем вы так делаете, ау? Что я хочу сказать по этому поводу? Я уверена, что все эти грязные игры, которые сейчас ведут с манипуляциями, и хайп, и эдор, мы даже не осознаем их масштабы. Мы видим только то, что долетает, а может быть, просто какие-то даже фишки не заходят, или не все все поняли. Но суть в чем, что такое ощущение, что после всех этих разоблачений сразу все становится прекрасно. Это все как будто бы нивелирует тот факт, что девочки в любом случае получают массу хейта в свою сторону, вне зависимости от инсценировок или нет. То есть, если это получилось случайно, то нам жалко, а если это все инсценировали хайп, то не жалко. Так что ли? Мне вот этого, честно говоря, не понять. Но суть, вы поняли, все положительное, что сейчас может появиться в сети в адрес артистов хайп, даже просто в частности поддержка, в конечном итоге оборачивается хейтом в сторону хайп и влечет за собой еще больше хейтов артистов. Своего рода такая же обратная петруха происходит и с Нью Джинс, артистами Эдор. Если появляется какой-то позитивчик в адрес Мин Хи Джин, тут же то там то сям вылазят какие-то оспаривающие факты и получается это все провоцирует еще больше негатив в адрес непосредственно девочек Нью Джинс. Также хочу остановиться на всех этих враждах СМИ. Дело в том, что Кореабу это англоязычный сайт, иносайт, посвященный кейпопу, где я отслеживаю достаточно много новостей. И если они раньше придерживались определенного нейтралитета, то сейчас их статьи прям сквозят поддержкой Мин Хи Джин. Даже если появляются какие-то позитивные статьи о хайп, они обязательно идут на форумы, вычитывают на корейских форумах негативный комментарий и добавляют их к позитивным статьям. Дескать, хайп вот молодцы, но оказывается, что не настолько, понимаете? И это прям прослеживается, причем началось это ну буквально где-то неделю, неделю, может полторы назад. Вот в качестве альтернативы приведу другой сайт, например, о Кейпоп тоже ино, и тоже публикуют кейпоп новости, и тоже я отслеживаю на нем. Там наоборот, поступки хайп преподносятся как нечто правильное, сдержанное, лаконичное. Хочется сделать также акцент и на том, что я так или иначе через свои новости транслирую свою личную позицию. И сколько бы вы ни говорили, что я плюс-минус сохраняю нейтралитет, конечно же у меня есть мысли по этому поводу. Но учитывая, что я отслеживаю новости на разных источниках и вижу весь этот кламбур, он настолько заметен, что, конечно же, я не доверяю ни одной из сторон. К сожалению, так работает индустрия. А вы, конечно же, напишите мне, что вы думаете по этому поводу в комментариях. Теперь поговорим с вами про заявления, которые сделали Эдор. Они обвинили хайп в том, что те пишут романы. И, естественно, все брехня, все ложь рассказывают свою позицию по поводу привлечения инвесторов, которым обвиняют хайп Эдор непосредственно. И как все на самом деле обстояло, вот, зашла, наконец-то, тема у нас разговора по поводу тех самых обвинений. Более конкретика появилась, значит, сторона. Там целое сообщение, я его гугл-переводчиком переведу, пожалуйста, почитайте, в телеграм-канале опубликую. Но здесь коротко расскажу, о чем там шла суть. Во-первых, говорят, что да, был аналитик, к которому мы обращались. Он под буквой А обозначен в этом заявлении, финансовый аналитик. И он как раз таки и свел руководство, ныне действующее Эдор, с разными всякими инвесторами. Там были и частные, там были и государственные. Но это не то, что вы думаете. Речь там шла исключительно в рамках программы инвестирования в кей-культуру. Все. Ну нет, там, конечно, вопросы поднимались. Например, а какова сейчас рыночная стоимость Эдор, по вашим оценкам? И хайп вам об этом сказали. Но они не сказали, что дальше этого разговор никуда не зашел. То есть только Эдор в своем заявлении заявляют это. Как появляется следующий абзац, в котором говорится, что этот финансовый сторонний аналитик Эй, я вам просто процитирую его слова, говорит, что рыночная стоимость Эдор может увеличиться в 2-3 раза со временем, когда возрастут девочки New Jeans и еще дебютирует мужская, значит, группа в Эдор. Эдор, но проблема в том, что посторонние не могут инвестировать в компанию. А почему проблема-то? Проблема для кого? Если это проблема, разве не поднимался тогда вопрос о том, что все-таки хотелось бы, несмотря на эту проблему? Я думаю, что упоминание проблемы в этом всем не играет на руку Эдор в их личном заявлении. Но я могу понять, почему она была сказана. Да потому что это могло бы в скором времени появиться из уст хайп, поэтому лучше как бы самому, да, вот так сказать и сделать вид, вот как бы под шумок всего заявления, заваулировать, чтобы потом было сложнее хайп использовать это в качестве козыря. Дальше сообщается о том, что Мин Хи Джин много времени пыталась добиться от Пак Джи Вона чего-то, что касалось финансового аспекта непосредственно Эдор. Были там всякие разные встречи, все дела, но вот Пак Джи Вон всегда настаивал на том, что Мин Хи Джин, просто положись на меня. Знаете, честно говоря, сама Мин Хи Джин раньше говорила, я просто творческий работник, я в этом всем не соображаю. Но она пыталась, понимаете? И поэтому вполне нормально, что чувак, который сможет даже воздух продать, говорил ей, положись на меня. Но она не хотела полагаться. И он ей сказал, ну не доверяешь мне, тогда пойди поговори с кем-нибудь, с каким-нибудь аналитиком финансовым, не со мной, например, да. И она пошла. То есть в этом заявлении она, по сути, говорит, что хайп мне сами дали разрешение пойти на стороне проконсультироваться. А потом прилепили к этому всему слово узурпация и аудит и обвинили меня, собственно, в том, что я втихаря куда-то на сторону хожу. Но речь, как я упомяну, шла о другом. О том, что захват власти, то есть переговоры о том, чтобы найти инвесторов, которые будут вливать деньги в Эдор, это одна тема. Другое дело обратиться по аналитическим каким-либо вопросам внутреннего урегулирования финансовой стороны Эдор. Это разные темы. Поэтому разговоры, которые велись со сторонним финансовым консультантом, а также с другими инвесторами, по факту имели не те самые обсуждения, о которых говорил непосредственно Пак Дживон. Также в этом заявлении идут обвинения в адрес хайп, что они сейчас всячески подвергают астроксизму Мин Хи Джин, представляя ее в негативном виде перед общественностью, да и вообще, в принципе, перед экспертами отрасли. Дескать говоря, если вы собираетесь с ней в будущем работать, то готовьтесь, вы будете следующими. Это практически цитата, так и говорится в заявлении. И вот еще есть обвинения по поводу слов хайп, что именно Эдор стали причиной того, что рухнули акции хайп и все дела. Так вот, они говорят, что проблема здесь вовсе не в Эдор, а именно в хайп. Они сами виноваты в падении своих акций, но не хотят признать ошибки своего личного управления, обвиняя в этом во всем Эдор. Вскоре появляется заявление от хайп, оно более короткое, но, собственно, отвечает, по сути, как бы, да, на вот эти вот основные вопросы. Они там упоминают, что Мин Хи Джин еще на своей пресс-конференции говорила, что никаким там инвесторам не обращалась, а по факту сейчас говорит, что все-таки обращалась и переговоры вела, и даже темы по поводу стоимости рыночной Эдор поднималась. И также они попросили ее не говорить от имени Эдор, а говорить исключительно от имени руководства Эдор, потому что, если уж так разобраться, Эдор на 80% принадлежит хайп, поэтому на 80% Эдор поддерживают хайп и только на 20% поддерживают Мин Хи Джин. И, соответственно, Мин Хи Джин должна говорить как генеральный директор Эдор, а не как собственник всего Эдор. Вот, собственно, такое было заявление. Будем сейчас обсуждать Бэк Хиона и его компанию I'm Be Back. Я еще помню, в прошлом ролике говорю, как это произносится мне таким? Мы многие произносим именно так, I'm Be Back, потому что сотенка в корейском языке произносится именно так, Pack. Так вот, что у нас стало известно? Это то, что Бэк Хион и его команда, которая недавно присоединилась, еще два артиста в виде Эксо Чен Бэк Си в целом, то есть Чена и Сюмина, продана кому? Сейчас расскажу. Проданы они 100. Че это за компания? Эта компания основана Эм Симонгом, тем самым, которого обвиняли в вербовке Эксо Чен Бэк Си, когда был тот самый скандал, что, дескать, пытаются угнать УСМ Энтертеймент троих парней, а, дескать, ничего не знаем, Эм Симонг такой, типа, просто как друзья встречались. И конкретно Биг Планет Мэйд, которых пытались обвинить в том, что именно к ним, по всей видимости, хотят присоединить Бэк Хиона, Чена и Сюмина, они тогда сказали, вообще впервые слышим, не в курсе, и Эм Симонг у нас тут как бы не директор официально, он уже покинул свой пост. Так вот, че, не к Биг Планет Мэйд они присоединяются, я напомню, что к Биг Планет Мэйд недавно присоединился Тэмин. А вот, получается, они будут в соседних дочерних компаниях, Эксо Чен Бэк Си и Тэмин очень-очень близко рядышком, и по факту, получается, каким бы ни был скандал, тогда прошло несколько месяцев, и ребята все равно оказались там, где, по сути, и хотели, не под крышей СМ Энтертеймент, но оставшись при этом в группе Эксо, не подпортив никому настроение, хотя, подождите, сейчас еще, я уверена, появятся статьи и обсуждения по поводу того, как отреагировала общественность, и, возможно, даже по этому поводу выскажется СМ или как-либо даст нам понять свое отношение, я не знаю, но это достаточно такой интересный поворот, который, как по мне, подтверждает, что все-таки там были какие-то поползновения в сторону, либо в Биг Планет Мэйд, либо к Эмси Монгу, и, в принципе, я помните, вам уже говорила, у меня есть такое ощущение, что рука Лисумана как бы приложена, и получается, что есть некий человек, Эмси Монг, являющийся другом многих артистов СМ Энтертеймент, который сейчас будет забирать под свое крыло тех артистов СМ Энтертеймент, что не хотят работать в СМ под новым руководством, вы видите, мне кажется, сейчас именно то и происходит. К слову, в ближайшее время у нас Чен готовится к своему сольному камбэку, это будет его четвертый мини-альбом, получил он название До, все должно состояться уже 28 мая, тизер фото, очень сильно в стиле Чена, поэтому, мне кажется, концептуально все будет очень схоже с тем, что было выпущено ранее, что это будут баллады с его шикарным вокалом. Какие у вас личные ожидания, напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну, а я на этой ноте хочу завершить новостной выпуск, сказать спасибо всем вам, кто смотрит канал, подписывается, оставляет свои отзывы в комментариях и не забывает про палец вверх. А на этом пока что все. Саран Саран, с вами была Ари Ран, люблю вас целую. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok